Здравствуйте, уважаемые наши зрители, читатели, все, кто заходит на сайт 1обл.ру, это сайт медиахолдинга телеканала ОТВ. И мы начинаем свою очередную прямую трансляцию. Сегодня пресс-конференция депутата Государственной Думы Владимира Бурматова и посвящена на старту мониторинга качества капитальных ремонтов Челябинской области. Еще у нас один спикер, это руководитель Центра ЖКХ «Контроль» Анатолий Вершин. И сегодня понятно, что мы будем говорить о качестве капитального ремонта и вообще о качестве, может быть, коснемся и жилищно-коммунальных услуг. Итак, я уже обозначила наших спикеров, а тема тоже известна. Но начнем с того, что, Владимир Владимирович, вот в прошлом году мы такую, в принципе, уже проводили такую пресс-конференцию большую, очень интересную, она действительно очень много откликов нашла у наших зрителей и пользователей. И вот в то время было к вам зафиксировано 700 обращений. Вот как сейчас идет уже вот эта работа и обратная связь? Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить всех, кто нам помогает собирать информацию по капитальным ремонтам, по качеству, по срыву сроков, потому что это очень частое обращение по ненадлежащему исполнению работ на объектах. Потому что, ну, по большому счету, это все наши граждане, это жители домов, то есть, ну, прямо говоря, люди, которым и без этого есть чем заняться. Но они находят время и обращаются на горячую линию в центр ЖКХ «Контроль», сообщают о сигналах вот таких вот тревожных, которые, значит, поступают от жильцов многоквартирных домов, которые ремонтируются по программе капитального ремонта. И у нас на сегодняшний день, вот мы после январских праздников открыли эту горячую линию, у нас более 60 обращений поступило вот за первые два, ну, даже за полтора месяца, получается, существование этой горячей линии. Эта динамика примерно сопоставимая с прошлым годом, но вот тематика обращений у нас по сравнению с прошлым годом, она изменилась. И у нас тематика обращений, к сожалению, сейчас в первую очередь не по качеству даже работ, выполненных на объектах, а по поводу того, что работы на объектах вообще не выполняются и срываются сроки. Причем у нас сейчас, что называется, в коллекции, которой вот мы занимаемся, есть даже объекты, на которых работы не выполнены еще с 2016 года. Не просто с 2017, с прошлого, а с 2016 недоделанные работы по капитальным ремонтам. И, конечно, это такая безобразная абсолютно история. Вот можно сказать, что чем больше контроль, тем больше нарушений. Конечно, а это всегда так, потому что чем пристальнее под лупой ты разглядываешь вот то, как ведут себя подрядчики, а местами и региональный оператор капитального ремонта, тем больше нарушений ты видишь. Потому что, когда два года назад такой программы не было, в принципе, то региональный оператор нам вообще на голубом глазу отчитывался, что все идет нормально и все там выполняется в срок. Мы сейчас видим иногда такие релизы, которые там выдаются, что все, программа там реализуется и так далее. А когда мы проводим свой анализ и нам помогает вот Центр ЖКХ Контроль, сторонники партии «Единая Россия», первый областной канал, потому что журналисты всегда с нами выезжают в рейды и помогают нам тоже мониторить эту ситуацию и показывать, что там реально на объектах. Но вот я вам просто докладываю крайние истории, с которыми мы, например, столкнулись. Это все объекты прошлого года, то есть это не нынешнего года еще объекты. Чтобы вы понимали, эта ситуация тянется. Вот, например, история в металлургическом районе, когда дом в буквальном смысле перезимовал без крыши. У нас и в прошлом году такие темы были. Мы думали, что после того, как мы, что называется, подрядчика просто носом в это потыкали, эта тема уйдет. Нет, значит, лично забирался на крышу этого дома. Значит, крыши нет, в принципе, в буквальном смысле этого слова, дыра вместо крыши. Значит, особенность дома заключается в том, что это пятиэтажка с верхней разводкой горячей воды. И трубы не заизолированы без теплоизоляции. Представляете, я говорю, а в минус 30? Они говорят, и в минус 30 так было. То есть, минус 30 градусов на улице. Значит, дом стоит без крыши, в принципе. Прямо по улице вот идут эти трубы с горячей водой, а она замерзает в буквальном смысле слова. И вниз идет уже холодная. То есть, у людей там ни отопления, ни горячей воды, ничего в доме нет. И вот они в таком состоянии, понимаете, живут. И сейчас вот мы туда приехали, значит, послезавтра мы туда выезжаем на повторную проверку уже, значит, потому что я там просто приехал, дал срок подрядчику и сказал, что если вы сейчас не сделаете, вот к началу марта, ну просто там, значит, дальше уже будет разговор не с депутатом, а с прокурором. Они начали шевелиться. Но до этого, с ноября, вот эта вот ситуация, она тянулась. Ну вот на уровне обывателя сразу вопрос, вообще кто-то какую-то уголовную ответственность вообще понесет или нет? По идее, за это предусмотрена соответствующая ответственность, потому что там у нас были примеры вплоть до возбуждения по мошенничеству, да, в прошлом году у нас были истории, когда, помните, была тема, что сорван отопительный сезон был из-за того, что не успели сделать, значит, системы отопления на домах. И туда мы сразу выезжали с прокурором, потому что, вы помните, что холода резко очень ударили у нас в регионе, и нам приходилось выезжать сразу с людьми, что называется, в погонах, и там составлять, значит, уже соответствующие документы. Прокуратура этим занималась, но там, понимаете, есть подрядчики такие, которых это не испугает. Почему? Потому что вот тот парень там, который наворотил этого и, значит, сорвал отопительный сезон, он в другой стране в этот момент находился. То есть мы же там всё проверили, значит, мы его искали, он уехал к себе на родину, на родину он к себе уехал, значит, в тёплую южную страну, вот, бывшее государство Советского Союза, как бы, вот, значит, и в итоге, ну, как бы, с него взятки гладкие. А речь там шла, сколько там, ну, там, там, по-моему, миллионы рублей. Там 33 миллиона. 33 миллиона, можете себе представить, то есть есть на что пожить, да, в тёплой южной стране, на хурму там с виноградом хватит, значит, но смех смехом, а люди без отопления остались, не просто без отопления, они без батареи остались, то есть там некуда было давать воду. И мы занимались там наведением порядка, им, значит, установили в экстренном режиме батареи, там, за неделю дали тепло, но для этого мне надо было приехать на этот объект. Другая вам история, значит, тоже типичная, значит, ремонт кровли, у нас это сразу, вот, если ремонт кровли, дом сразу на флажок ставим, потому что чаще всего это заканчивается проблемами. Значит, выезжаем, кровля была нормальная, её капитально отремонтировали, после этого всё течёт как дуршлаг, просто, как сито. Значит, в итоге фасад намок, в домах плесень, грибок, сырость, значит, всё отвалилось, весь ремонт, все обои, потолки натяжные, всё. Значит, что вы думаете, на этот год дом стоит в плане капитального ремонта на ремонт фасада, который полностью облупился и начал разваливаться, там уже фундамент разваливается, угроза уже целостности дому, они хотят этого покойника ещё немножко подгримировать, чтобы он, значит, посимпатичнее был, понимаете? Вот о чём речь идёт. Но это наши с вами деньги. Вот вы говорите прямо вот, как сказать, в один, в унисон с генеральным прокурором Юрием Чайкой, который сказал, что в ходе расширенной коллегии ведомства о коррупции при выполнении программы капремонта в регионах, то есть он заявил о том, что здесь просто присутствуют вот такие факты. И он, вот прямо его прямая речь, да, вскрыты факты хищения денежных средств, собираемых с населения, нарушение порядка начисления и учёта взносов, выполнение работ ненадлежащего качества, сообщил Чайка. Он добавил, что программа капремонта практически сорвана. Вот как вы оцениваете вот... Ну, мы не можем оперировать теми категориями, которые правоохранительные органы используют. Почему? Потому что, ну, факт коррупции, они могут это говорить, потому что они там дела возбудили. Нет, ну, у них процессуальные действия совершены. Я депутат, Анатолий Сергеевич, депутат законодательного собрания, руководитель Центлера ЖКХ «Контроль». Мы можем говорить только о фактах выявленных. Давайте по порядку, то, что Чайка перечислил. Значит, ненадлежащее качество работ сплошь и рядом, у нас это очень частое обращение, срыв сроков, причём вы увидите, что там на два года уже срыв сроков. Да, мы это видим. А дальше мы начинаем анализировать причины. Значит, и мы понимаем, что где-то подрядчик виноват, потому что он взял деньги, работы не выполнил и, значит, что называется, дёрнул куда-то в тёплую страну и там теперь прячется, значит, прихватив с собой деньги собранные. Значит, что это? Ну, это может быть квалифицировано как мошенничество. Давайте оперировать там понятиями такими. Дальше. Мы смотрим, например, у нас очень частая жалоба, значит, что проектно-сметная документация, выполненная по объекту, она не соответствует реальному положению вещей на доме. То есть, начинают подрядчики говорить, что проектно-сметная документация создавалась и, значит, составлялась без выезда на объект. Ну, то есть, кто-то сэкономил. А может в этом быть факт коррупции? Может. Мы можем так только говорить. В этом может быть заложена коррупция, потому что на проектно-сметной документации есть возможность зарабатывать. Мы эти схемы хорошо знаем, но, опять-таки, вопросы коррупции – это уже вопрос правоохранительных органов. Мы их активно к этому привлекаем. И ничто не заставляет прийти в себя подрядчика лучше, чем перспектива визита прокурора. Анатолий, ну вот вы уже все это долго слушаем, да, и, в принципе, правильные такие вещи. Вот скажите, как это вскрывается? Все-таки вы руководитель центра ЖКХ контроля. Как выявляются вот эти схемы? И потом докладывается уже депутату, и вот эта вот вся цепочка выстраивается дальше. Если изначально мы работу ввели, опираясь на жалобы жителей, то потом, конечно, стали возникать вопросы, особенно в прошлом году, что выезды проходят, Владимир Владимирович активно участвует, но при этом ответственные чиновники от рекоператора, ну, как-то вроде после нашего вмешательства отреагировали, делают, а системную ситуацию не меняют. По той же самой проектно-сметанной документации. Решение же проблемы, оно простое. Прописать в договоре обязанность подрядчиков, которые делают проектно-сметанную документацию, делать обязательный выезд на дом. Сейчас у нас ситуация, что берется просто там план БТИ, старый любой проект, и по проекту одного дома, все соседние дома, которые такой же серии, полностью по ним составляется проектно-сметанная документация. Типовой договор получается, да? Сам региональный оператор по 8 месяцев не производит оплату, то есть вся оборотка закончилась, и они уже не могут эту работу закончить. Есть ситуация, когда в региональном операторе отправляют все документы через единое окно, а человек ушел на больничный, и несколько недель это окно не работает, люди не получают заработанные деньги, подрядчики. Что касается проектно-сметанной документации, ну возьмем типовую сумму одного проекта, 10 тысяч рублей, и уже люди в условиях анонимности рассказывали, что на руки получают 700 рублей, 1000, а все остальное составляет прибыль организации. Может, поэтому выезды и не делают, чтобы на коленке нарисовать, и после этого все остальное ушло в прибыль. Мы не можем, конечно, как генпрокурор сказать, но подозрения-то тоже возникают. Неужели региональный оператор этого не замечает и не видит, и год за годом наступает на те же самые грабли? Вот лично я в этом сомневаюсь. Вот если дальше вот все это раскручивать, с другой стороны, вот региональный оператор, ну я так немножечко сейчас на эту сторону встану, да, он говорит о том, что очень много есть недобросовестных подрядчиков. И причем эти подрядчики недобросовестные, просто у нас были интервью с генеральным директором регионального оператора, вот, он говорил о том, что проходят конкурсы, значит, заявляются вот эти недобросовестные подрядчики, их, ну как бы, отсеивают, отодвигают. Но на следующий год эти же подрядчики, только переименованные с другим наименованием фирмы, они снова заявляются и снова, значит, вот так же, и их никак нельзя убрать вот из этого конкурса. Что делать? Вот здесь какие-то такие вот законодательные коллизии какие-то. Что вы на это скажете? Проблемы как таковой, на мой взгляд, уже сейчас нету, потому что с этого года подрядчики не получают предоплату, и я не понимаю, какой смысл недобросовестному подрядчику заходить на работу. Зайти и не получить денег, а потом упасть в черный список, в черный список упасть легко. Есть неисполнение контракта, все документы передаются в ФАС. За неисполнение контракта организация признается, что она не, соответственно, попала в черный список, не может больше участвовать. Все, фирма загублена. Сейчас люди не получают предоплату, ну и нет смысла им выходить, потому что предоплаты нет. Когда в течение одного года выдавалась предоплата, можно согласиться, что, да, были такие организации. Ну, давайте посмотрим, что за все время внесено в список четыре организации. Причем две из них, это как раз наши проверки были выявлены, и после них они были внесены. Наверное, если бы это был массовый характер носила, что подрядчики недобросовестных, наверное, бы не четыре организации было, а гораздо больше. Здесь, на мой взгляд, какое-то такое перекладывание, что вот каждый раз мы слышим во всех интервью, комментариях от рекоператора, во всем виноват подрядчик, во всем виноват подрядчик. А может, он незабросовестным стал от того, что ему за работу не платят по полгода, может, у него просто средств нету работу закончить. Такие же ситуации тоже очень много. И я говорю еще раз, мы числе обращения проверяем, у нас обратившиеся подрядчики есть. Я просто хочу добавить, значит, вот нет возможности отсечь недобросовестных подрядчиков или нет желания. Но, по-честному говоря, вот чаще всего выезжаешь на объект, и, конечно, видно, что работы сделаны из рук вон плохо, и виноват в этом подрядная организация. Но вот почему-то у тех волонтеров, которые нам помогают, у них хватает ума зайти в базу, в бесплатную причем базу, посмотреть, кто является учредителем этой компании. И понятно, что дальше, если этот человек хоть еще 10 компаний учредит, если ты видишь, что он там учредитель, сразу ставь ее на флажок. В чем проблема-то? Мы сколько бились в прошлом году, чтобы появился этот черный список подрядных организаций? Он появился. Значит, в нем, вот Анатолий Сергеевич говорит, 4, да, получается, организации. Но их там не 4 должно быть, их там должно быть 44. Значит, ну или там другого порядка, там, соответственно, цифры. Если этим заниматься системно, значит, потому что эти люди, они выставляют наших граждан, ну, просто вот в пещерных условиях жить, понимаете? И в итоге мы этой работы фактически не видим. То есть нормальные, вдумчивые работы по отсечению действительно недобросовестных подрядных организаций. А получается, обжигаемся и дальше? Я бы добавил, что есть кураторы в региональном операторе, которые наблюдают за работами. Есть начальники техотделов, замы директора. Есть отдельный отдел, который только проверками занимается, помимо территориальных и технических отделов. То есть проверяющих хватает. И, наверное, на начальной стадии работы уже можно увидеть, что работа сделана отвратительно плохо. А то, что у нас сделано плохо, видим мы уже по факту работы, приехав, когда работа принята и оплачена. Даже до начала работы. Потому что мы в прошлом году еще поднимали вопрос, когда подрядчик падает на 15% от цены, чтобы выиграть конкурс. Это сразу же на флажок должен ставиться вот этот вот контракт и этот подрядчик. Почему? Потому что он упал ниже себестоимости. Значит, он будет использовать некачественные материалы. Он будет, значит, где-то стараться вместо одних труб поставить другие трубы, которые в три раза дешевле и так далее. Чтобы выйти на прибыль. Но это ведь элементарные вещи. Даже здесь это звучало. Я бы добавил, что те конкурсы, которые отыгрываются в этом году, с января этого года, 90% конкурсов, среднее падение 20% уже по этому году. То есть получить прибыль, если все делать качество, нереально. Причем этот подрядчик должен себе в убыток сработать. И сейчас эти конкурсы проходят, и вот такое среднее падение. Наверное, это повод уже поставить все на флажок. Мы ставим. Делает ли это региональный оператор? Увидим. Вот на чем, значит, можно сэкономить? Так, давайте, вот просто прикинем. Вы уже сказали, да? Это качество материалов. Давайте я прямо перечислю. Значит, во-первых, использование более дешевых материалов вместо того, что положено. Вот мы видели срыв отопительного сезона, который был осенью на ряде домов. Он происходил из-за того, что в том числе ставили трубы, которые толщиной в три раза меньше, чем нормативные. Они стоят там в 10 раз, по-моему, дешевле, ну, прям на порядок дешевле, чем то, что должно было поставлено. Это первое. Второе. Использование некачественных материалов. Там, бэушных, бракованных, там, просроченных, там, и так далее. Третье. Использование неквалифицированной рабочей силы, когда, значит, вместо квалифицированных рабочих на объекты выходят трудолюбивые и симпатичные, значит, жители, значит, неких сопредельных государств, которые часто не имеют вообще никакой квалификации и вообще не знают, как эту работу выполнять. В итоге у нас кровля кладётся так, что, значит, нарушаются все технологии, потом она превращается в дуршлаг. А часто это просто вот, ну, подрядчик понимает, что не может выполнить он эти работы за такую сумму и уходит с объекта. Ну, вот тогда, скажите, какой смысл человеку, вот, руководителю, да, этого подрядной организации всё-таки заявляться на конкурс, заранее зная, что он будет на 20% снижать стоимость своих работ и за это ничего не получит? Вот я тоже не могу понять. Украсть на качестве. Украсть на качестве. То есть вот эти как раз схемы, которые… Конечно. Ни один бизнесмен не будет участвовать в конкурсе, понимая, что он не получит на этом прибыль. Раз он участвует с падениями, то схема работы есть. И, как говорил Владимир Владимирович, ну, наверное, что должно быть таких организаций не 3, не 4, а 30, 40. Вот сейчас таких организаций на контроле уже 20, которые с такими падениями прошли и которые почему-то считаются эффективными, хорошими подрядчиками. А вот у нас большое сомнение, что они эту работу будут делать качественно. Вот можно сказать, назвать цифру, которая… значит, тех средств, которые были выделены в прошлом году. И вот по сравнению, например, с… А вот здесь я бы так цифры называл с 2016 года, потому что вот у нас есть то, что говорится при службе регионального оператора, и там цифры, вот даже если ежекартальные мы посмотрим, звучат, они постоянно меняются. Вот они бывают, что заявляются, что должно быть отыграно 2 миллиарда, 3 миллиарда, потому что мы сейчас даже точно не можем понимать, сколько постоянно находится в котле. На 2017 год в нем находилось в пределах 5,5-6 миллиардов. Все они должны были быть отыграны за прошедший год. Когда мы смотрим реальность, оказывается, 1 миллиард отыгран за полгода, дальше начинаются отыгрывания следующего миллиарда с перенесением на следующий год, то есть уже конкурсы переходные. Потом видим отчет, что вроде бы все работы сделаны, пытаемся проверить по сайту, как выполнены работы. За 2016 год вообще уже не указано, где какие работы выполнялись, ну, наверное, чтобы найти нельзя было. Это сайт регионального оператора называют. И по 2017 году вроде бы работы выполнены по отчету, потом смотрим, появляются постоянно переходники, переходники, а где-то не появляются вот те объекты, где мы выезжаем, они вроде бы уже закончены. А в то же время работа еще продолжается и стоит по 2-3 месяца. То есть можно фактически посчитать деньги только там, где конкурс отыгран, вроде бы он прошел, но важен же не конкурс, а освоение денег. То есть можно говорить о том, что в отчетах-то указывается, сколько заявлено и сколько отыграно, но сколько в реальности оплачено, это вот информация постоянно хромает, и она значительно ниже. Ну, то есть по схеме я объясняю, что важно не отыгрывание конкурса, а оплата по факту его исполнения. И вот это как раз отстает, то есть отчет всегда идет по отыгрыванию, а в реальности сумма в разы ниже, которая итоговая оплатится. А как эту цифру можно заполучить все-таки, сколько оплачено реально? А вот здесь... Документов сделать. А вот здесь в том-то и ситуация, что она всегда, отчет идет по отыгрыванию, а не по фактическому исполнению. И даже если говорится, что исполнение есть на отыгрывание, то потом мы видим, что на самом-то деле был перенос, и вдруг возникает, что действительно, 16-й год еще не оплачены работы, а где-то они не выполнены. А по отчету-то проходило, что они отыграны? Ну, здесь, наверное, даже может быть уже повторное, как бы вот эти же работы могут выполнены быть повторно. Причем, ну, вот мы, как бы система загерметизирована. Она загерметизирована, потому что так сложилось, она загерметизирована по скудоумию тех, кто ее загерметизировал, или она загерметизирована для того, чтобы мы со стороны ничего понять не могли? Вы журналисты, вот здесь сидите, значит, вы возьмите просто релизы и посмотрите, что цифры не бьются, вот даже исходя из простой арифметики, они не бьются. Когда цифры не бьются, и когда эти цифры не про количество выпавших осадков, а про рубли, которые мы заплатили, и эти цифры исчисляются миллиардами, начинают возникать вопросы, и невольно в голове всплывают формулировки, которые употребляет уважаемый Юрий Яковлевич Чайко, генеральный прокурор Российской Федерации. И разница-то она в сотнях миллионах, и там в миллиарде примерно. Вот суммы, конечно, просто огромные, можно сказать, бешеные суммы. Вот скажите, можно принять за аргумент, что сейчас плохо собираются средства по накап-ремонт, и вроде как это одна из причин, опять же, некачественного выполнения? Да, так речь идет о тех деньгах, которые уже в котле находятся. Мы вообще не про собираемость, про то, что собрано уже по факту. А, кстати, собираемость в Челябинской области по статистике, если не ошибаюсь, она вполне себе приличная. 80% Есть практика взыскания со злостных неплательщиков, чем, кстати, рекоператор не занимается. Вот еще, на что жалуются подрядчики, кстати. Вот проблема единого окна такая существует или нет? Ну вот Анатолий Сергеевич про нее рассказывал. Дело в том, что это проблематика. Вот вы задавали вопрос, как мы все это узнаем. Узнаем, практически проводя оперативную работу. Потому что официальные релизы, которые идут от рекоператора, все хорошо и замечательно. Освоение средств идет замечательно. Мне вот слово освоение вообще не нравится. Это как будто вот не наши деньги, а вот что-то такое лежит и осваивается. Надо их срочно потратить, неизвестно как. А проблему узнаем, как бы подрядчики, когда столкнулись с пристальным контролем, они же тоже после этого обращаются, рассказывают про свои проблемы, объясняют, что где-то, конечно, их вина, а где-то проблема в том, что вот есть организация, вот они сколько могли вложили, и они не могут оставшиеся работы закончить, потому что с ними не рассчитываются. Начинаем выяснять, почему, и вот такие проблемы выясняем про окно. Вот нам уже, кстати, на наш сайт пришли некоторые вопросы. Ну, это же такие вот частные вопросы. Да, вот Алексей спрашивает. Когда у жильцов нового многоквартирного дома возникает обязанность уплачивать платежи по капитальному ремонту, если дом был построен и введен в эксплуатацию в 2012 году? И обязан ли инвестор, на деньги которого построен этот дом, для дальнейшей продажи квартир, уплачивать данные платежи за квартиры, которые еще не проданы, если он является собственником? Ну, это вот вопрос, в принципе, не сильно к вам, но я так понимаю, что... Нет, почему? Анатолий Сергеевич это комментирует. У нас, получается, отсрочки в нашем регионе для новых домов нету, и поэтому, когда дом введен в эксплуатацию, он должен платить. Другое дело, внесен он в программу или нет, то есть есть понятие актуализации, когда программа, когда информация обо всех новых домах должна быть собрана на уровне Минстроя, Рекоператора через муниципалитет, и дом включается в программу, это техническая процедура. Угу. Ну и вот в поддержку этого же вопроса, Элина Борисова задает вопрос. Мы платим капитальный ремонт, но продаем квартиру и уезжаем в другую область. Могу ли я вернуть свои деньги? Ну, деньги же заплачены за капитальный ремонт квартиры, поэтому... Дома. Ну, капитальный ремонт дома, и в данном случае они оплачены, потому что дом находится в программе, а не потому что собственник живет в этом или в другом доме. Когда переедет в другой регион, то будет платить в той квартире, в том доме, где будет жить. То есть платежи, они не рассчитаны на собственника, они рассчитаны на конкретную площадь, на дом, да. Ну, вот Евгений спрашивает, почему жильцы должны платить за капремонт, если дом в плачевном состоянии, и было бы справедливо, как и должно быть, сначала власти, ну, должны, видимо, отремонтировать дом, а потом можно платить за него. И вот он сокрушается, что нечестно получается, дома не ремонтировались по 30-40 лет, почему власти раньше не делали вот этого ремонта, и теперь вот эти деньги собирают с жильцов. Ну, есть либо программа капитального ремонта, когда дом оплачивается, именно из этой программы оплачивается ремонт дома, либо если дом признается ветхоаварийным. Хотя у нас по области есть интересная ситуация по статистике, что в доме сначала делаются какие-то виды капитального ремонта, а потом он признается ветхоаварийным. Такие случаи уже есть. Ну да, или, значит, дом был, например, у него 70% износа, и по идее он должен был идти под расселение. Вот у меня вчера на ЧТЗ встреча была такая, люди прям подошли, говорят, у нас дома были 70% износа с лишним, потом у них стало 60 с чем-то процентов. Ну, как-то вот, это, знаете, машина времени, то есть время идет, а дома как бы обновляются. А потом у них сделали капитальный ремонт, и они говорят, теперь у нас понятно, что вообще не расселят никогда. Замечательно, их можно поздравить. Ну, просто даже если поставить новые окна в доме, это влияет на снижение процента аварийности дома. Ну, и вот о том, что вы говорили сейчас, Наталья Новокрещенова пишет нам прямо вот в онлайне, капитальный ремонт не поддается никакой критике. В большинстве случаев включены в капремонт дома со столетней историей, причем построенные шпал, которые за давностью лет, вот сейчас о чем мы говорили, пришли в негодность и выпадают стены, то есть их необходимо сносить. Ну, расселяют, да, я причем могу сказать, что программа расселения в Челябинской области, она нормально прошла, то есть я по своим домам вот знаю, которые у меня там на ЧМЗ, древние вот эти вот бараки, их расселили, людям дали хорошее жилье. Но пытаться, еще раз говорю, забальзамировать вот этого покойника, значит, которого надо там похоронить, я про дома вот эти вот ветхие, это пустая абсолютно трата денег. Ну, в общем-то, все те сообщения, которые нам сейчас приходят, они как раз касаются, что дома не ремонтируются, дому 56 лет, нас уже собирали, значит, говорили, чтобы мы отдавали деньги, а где эти деньги, никто не видит и не знает. Ну, вот давайте в этом разбираться вместе, потому что у нас здесь позиция принципиальная, мы на стороне наших граждан. Еще раз говорю, Челябинская область один из регионов, где люди добросовестно платят за капитальные ремонты. У нас есть регионы, это правда, где собираемость низкая, у нас она нормальная, люди имеют право за эти деньги получить нормальное качество услуг. Но когда они вместо этого получают хамство, а мы же сталкиваемся с чем еще, этого потом регионального оператора надо дозваться еще на объект, понимаете? Мы там на крыше лазим, там пинаем, я уж прошу прощения, этих подрядчиков, чтобы они там работы завершили и просто, ну, уже, значит, что называется, берем за руку и ведем их к прокурору. По-хорошему, вся эта работа должна быть выполнена, у них там целое подразделение контрольное там в организации создано. Хорошо, вот мы, в принципе, уже обозначили, проблема огромная, потому что непонятно, куда тратиться и как, и качество никакого, ни цены, ни качества. Что делать? Что вот дальше, ваши дальнейшие действия? Ну, смотрите, во-первых, я хочу по этому году анонсировать, у нас все-таки опыт прошлого года есть, 700 обращений обработанных, в большинстве случаев нам людям удалось помочь. То есть, заставить переделать нормально, качественно, на капитальный ремонт, на некоторые объекты мы по три раза выезжали, на какие-то даже, по-моему, четыре, но в итоге там люди получали то, что должно получить. Если это требует участия депутата Государственной Думы, я буду в этом участвовать, потому что мне важно, чтобы мои избиратели, значит, за свои деньги получили нормальное качество. Причем повторно ни с кого деньги не собирали, то есть, это все уже подрядчик переделал за свой счет. Они очень из-за этого переживали, расстраивались, но ничего страшного. Пусть делают нормально с первого раза. Поэтому, значит, сейчас, ну, в завершении нашей пресс-конференции мы обнародуем там телефон горячей линии обязательно для того, чтобы дать возможность людям обратиться. Значит, я просто всем рекомендую следующее. Если вы понимаете, что ваш дом попал в программу капитального ремонта на этот год, это можно посмотреть на сайте, вы услышали статистику, что большая часть заявившихся компаний, они уже упали в цене. То есть, они могут начать на каких-то объектах мухлевать, значит, с качеством работ. Вы лучше не затягивайте, вы лучше пригласите, значит, наших экспертов из центра ЖКХ-контроль, они выйдут, посмотрят объект, проконсультируют жильцов. У нас, потому что есть юристы, которые консультируют. Значит, ни в коем случае не принимайте работы, не подписывайте акты. Если хотя бы что-то не нравится, лучше обратитесь к нам, мы выйдем, мы этого подрядчика туда притащим, заставим все переделать. И только после того, как и нам, и вам все понравится и все устроит, значит, там, ну, бывает потом жильцы там с пирогами, что называется, выходят к нему и говорят, слушай, а что ты с первого раза-то не мог так нормально сделать? Тебе надо было, чтобы тебя отодрали здесь прямо на этом объекте, что ли? Но вот если хочется кому-то вот так, через боль, то как бы мы готовы и к такой схеме. Но лучше всем начинать заниматься заранее, потому что к нам, как правило, обращаются. Вот наступил декабрь, уже январь, в ноябре должны были сделать крышу, крыши до сих пор нет. Помогите. Ну вот мы начинаем включаться в эти истории. Ну вот по информации регионального оператора уже вот прозвучала, да, цифра, что сколько денег будет направлено в этом году на капитальный ремонт? Вообще цифра, которая прозвучала по, еще раз скажу, она идет именно по отыгрыванию конкурсов. И на этот год заявлено, что в первом полугодии 2,5 миллиарда минимум будет идти. Но еще раз скажу, что цифра эта меняется раз в квартал. И вот я с термином, что сколько будет заявлено потрачено, принципиально не согласен. Потому что эта цифра объявляется, которая будет отыграна на конкурсах. У меня почему-то 5,5 миллиардов. Ну, мы считаем по первому полугодию. И будет ли это в реальности, вот опять-таки вернемся, объявлено 5,5 миллиардов на год. Каждый год объявляется эта цифра. Итог года мы видим всегда. Мы даже, что, как правило, 1,5-2 миллиарда не хватает, которые должен был пройти. И лучше считать по кварталу. За год, потому что цифры гораздо проще спрятать. По кварталу разница опять-таки от полумиллиарда до миллиарда на самом деле проходит от того, что заявлено. То есть, получается, вот сейчас уже часть заявок и аукционов завершены. Да? Да, часть тоже. То есть, уже понятно. И если есть какие-то активные жители... Но эти деньги в реальности не потрачены, еще раз скажу. Это только проведены конкурсы. Деньги в рекоператоре. По активным жителям. У нас есть региональная ассоциация председателей советов на квартирных домах. Мы уже начали проводить с ними совещания. В Металлургическом районе провели. В ближайшее время проведем в остальных районах. В Копейске запланировано. Есть список домов, которые проходили по лотам. Есть список домов, которые проходили по программе капитального ремонта. И по всем этим домам заранее будут выезжать наши группы контролеров. Потому что понятно же, что жители, они очень поздно узнают. И тяжело человеку понять, насколько качественно у них делают. Поэтому будем заранее приезжать. И мы это делали в прошлом году. Смотреть, как ситуация проходит на доме. Связь будем держать через ассоциацию председателей советов на квартирных домах. Тысяча человек в ассоциации. Чтобы вы понимали, мы ее основали в 2016 году. То есть за полтора года. Насколько серьезная проблема, что людям пришлось самоорганизоваться. Это, знаете, такая самопомощь, что называется. И вот тысяча человек, которые друг другу помогают юридическими консультациями, делятся опытом. Как противостоять этому беспределу подрядных организаций, управляющих компаний? Потому что мы же тут сейчас только про подрядчиков капремонтов. А то, что творят управляйки, зачастую, это вообще за гранью добра и зла. И нам приходится и в эти ситуации тоже вмешиваться. У меня послезавтра прием граждан вести. 64 человека записалось. Я понимаю, что из них человек 50. А они придут с болью и с жалобами на свои управляющие компании. Кстати, нас сейчас смотрят не только Челябинск, Копейск и близлежащие города. Нас смотрит вся Челябинская область. И, конечно, еще другие регионы. Но самое главное, что в некоторых малых городах вот такой большой работы еще не проводится. Просто люди видят еще... Нет, вы должны иметь в виду, что часто там выходит подрядчик, ну вот небольшой городок, там, знаете, он обязательно чей-то родственник, знакомый и так далее. Они элементарно ему там скажут, слышь ты, ты, значит, вот там вот понимаешь, ты что здесь делаешь? У нас есть просто такие примеры, мы вот анализировали ситуацию. Но, а с другой стороны, где, по-моему, по Коркино мы столкнулись, там ситуация вообще с воровством, вот прям вот с натуральным связанным. Там у нас с кровлей были ситуации, прям, причем такие, ни одно обращение было. Ну, я это квалифицировать как бы так условно могу, потому что, ну, эти правоохранительные органы должны... Ну, нам пришлось написать запросы в правоохранительную структуру, потому что, ну, то, что люди рассказывали, это просто за гранью добра и зла было. Поэтому по-разному там происходит ситуация. Я хочу сказать, что в малых городах жалобы другого свойства, они как раз, когда сват и брат, и когда другие жители, они не могут вот на эту ситуацию повлиять, потому что вот как раз из-за этих родственных связей... Ну, по-разному, по-честному, по-разному. Ситуация в каждой территории бывает по-разному развивается. Ну, у нас по Челябинской области практически везде открыты муниципальные центры ЖКХ контроля. Они есть и в Златоусте, в Миасе, в Коркинском районе, в других территориях. И поэтому есть там координаторы по территориям, которые также утверждены. И они также работают со своими председателями советов домов, и информация собирается и приходит. Потому что мы сейчас идем по пути именно превентивной проверки. Не тогда, когда уже ситуация стала критической, а чтобы ее по возможности не допустить. И, как я говорил, продолжим вот такую оперативную работу, именно выясняя все причины. Потому что, еще раз скажу, что есть где-то подрядчики виноваты, но порой выясняется, что вина на самом деле не в подрядчиках, а в конкретных работниках и чиновниках. А так ли это, когда не выстроено правильное взаимодействие, может быть, или рекоператорами, или законодательной властью, что вот нет вот этой связи между подрядчиками, то есть вот аукцион, потом подрядчик, как выдача средств и так далее. То есть вот этой вот цепочке точно не выстроено. В этой цепочке не надо деньги по карманам тырить. Все на самом деле выстроено, но вот тоже вопросы возникают. Есть там регламент работы, который рекоператор меняет не то, что ежегодно, а по четыре раза в год внутренний свой регламент. А это, так сказать, и порядок работы, и сдача документов, и оплата. Наверное, тоже это не способствует взаимодействию. А так схема простая. Куратор следит за работой совместно с Советом дома и с управляющей компанией. В итоге работы принимаются там рабочей комиссией, потом совместной комиссией с участием Министерства строительства региона. Поэтому схемы-то все прописаны, и если работать по одному регламенту и ничего не менять, и все выполнять четко, то, наверное, проблем не будет. Но мы же в ходе объездов находили дома, где почему-то к одним подрядчикам подходят со строгостью, а других мы выясняли, работы еще не закончены, но при этом оплачены. Вот тоже вопрос возникает. Ну и привлекаются правоохранительные органы как-то? Вот, может быть, правоохранительные органы в этом не сильно понимают и этим пользуются, опять же? Ну, я приводил пример. Вот, значит, прокуратура квалифицирует деяния как мошенничество, то есть работают прокуроры. У нас вот, ну, по крайней мере, я могу сказать, за прокуратуру, вообще ведомство, с которым вообще проблем никаких нет. То есть они реагируют на обращения, они нам здорово помогают, и если вы там видите с нами человека в форме, то это, как правило, работник именно органов прокурорского надзора. Ну и даже это же читается и на уровне федерального руководства ведомств. Ведь не спроста, там, значит, Юрий Яковлевич Чайка, генеральный прокурор, он дает такие жесткие очень оценки тому, как идут капремонты в целом по стране. Он использует там термины коррупция, там, срыв, там, программы капитальный ремонт и так далее. Но вы понимаете, что за этими словами стоят конкретные там предписания выданные, дела там возбужденные и так далее. Поэтому я хочу сказать просто спасибо прокурору Челябинской области, потому что на него у меня идут всегда запросы, и он уже дальше это расписывает территориальным подразделениям. Ну вот, значит, Чайка, генпрокурор, он как раз говорил, что каждый пятый дом в 2017 году, включенный в график, остался не отремонтированным. У нас какая статистика? Ну вот мы бы эту статистику примерно так же и подтвердили, потому что ее сложно составить, ее официально, потому что не называют. Официально еще раз скажу, по отчету все выглядит красочно и красиво, но в реальности, когда есть, что работы не закончены, или они перенесены, или изначально они планово идут с переносом на следующий год, то это тоже приводит к сбою графика. Другое дело, если сбой графика произошел от того, что не заплаченный подрядчику деньги, у него денег, или когда изначально проектно-сметная документация не соответствует действительности, и подрядчик кровлю разобрал, и видит, что дальше он не может по ней двигаться и выполнять работу, потому что это сметой не предусмотрено. Вот в этих случаях, наверное, тоже прокуратура будет разбираться и квалифицировать, кто виноват. Почему у нас организация, которая делает проектно-сметную документацию, деньги получает сразу за свою работу, а строительно-монтажная организация получает, только когда все проверки проведены. Ну, может быть, там надо, чтобы проектировщики делали качественную работу, платить им тоже после того, как только работа принята, уже строительно-монтажная, а то они деньги получили, и, в принципе, их остальное уже неинтересно. — Статистика — 700 обращений за год. Вот, то есть это огромная цифра. Для Челябинской области это очень большая цифра, учитывая, что это только обращения, поступившие в общественную организацию, и в мои депутатские приемные, это очень много. И, конечно, на наш взгляд это абсолютно недопустимо. И та динамика, которую мы видим сейчас, что активная фаза работы еще не началась, потому что у нас вал обращений, он, конечно, связан с летним и особенно осенним периодом, когда люди видят, что им там наворотили, когда первые дождики пошли, и у них крыша там потекла. Когда они видят, что только что отремонтированный фасад через неделю отваливаться кусками начал и трещинами пошел, тогда начинается шквал, вот буквально обрыв телефонов, и по нескольку звонков там одновременно поступает. Поэтому нас не устраивает такое качество, конечно. — То есть вот с этого года вы немножко перестраиваете в любом свою работу, да? То есть вы уже на начальном этапе начинаете вот такой вот ЖКХ-контроль? — Мы начали до, фактически, потому что вот эта ассоциация, которую мы создали, в которую входят старшие домов, работа с ними еще с прошлого года началась по, что называется, юридическому просвещению, чтобы они были готовы, с чем им придется столкнуться в этом году. Вы представляете, вообще маразм, до которого доходит ситуация, что человек должен заплатить деньги, причем, ну так, немалые деньги. Потом ему говорят, сейчас мы тебе за эти деньги осчислим и сделаем тебе капитальный ремонт. И он загодя-за год начинает к этому готовиться, к этому счастью, которое на него сваливается, набираться юридических знаний, потому что понятно, что без этого его просто обманут, кинут и сделают ему так, что было, вот как на том объекте, который крышу переложили. Они говорят, нам со старой крышей было лучше, чем с той, которую нам сделали за наши же деньги. Ну, это как? Ну, потом этот дом будет леткоаварийным, может быть, их поделить. Да нет, еще глупее ситуация. В этом году на нем будут переделывать фасад, который промокает сейчас насквозь и отваливается кусками, там трещины идут. Он стоит на капремонт фасада, а крышу там переделывать до нашего приезда никто не собирался. Сейчас, понятно, переложат. Ну вот. На этой позитивной ноте? Да, на этой позитивной ноте. Все-таки я хочу, чтобы вы подвели, действительно, сделали такой хороший итог к тому, что через какое-то время, в любом случае, мы здесь встречаемся на нашей очередной пресс-конференции, и уже можно будет назвать какие-то промежуточные... Ну, во-первых, давайте мы будем исходить из чего? Что сейчас у нас начались рейды, они уже идут в течение месяца, то есть, ну, фактически с января мы практически это начали, в феврале они уже активно пошли. Значит, идут рейды по объектам, которые не доделали в прошлом году еще. Если у кого-то есть сигналы, что ваш дом не доделали в 2016 году, в 2017 году, не надо опускать руки сейчас, надо обращаться, и мы будем включаться и помогать и в этих ситуациях. Потому что и там можно найти управу и найти решение, это первое. Второе, значит, исходя из того, что сейчас активная фаза скоро уже начнется, значит, надо быть, что называется, начеку и настороже, и понимать, что, значит, лучше нам заранее позвонить, из центра ЖКХ контроль приедут эксперты, оценят все, помогут с проектно-смертной документацией, помогут произвести оценку и так далее. Ну и самое главное, значит, ни в коем случае не подписывать никакие акты, никакие бумаги до тех пор, пока вы не скажете, ну, слава богу, наконец-то за мои деньги мне что-то хорошее сделали. Ну, или хотя бы без эксперта. Да, а сейчас вот Анатолий Сергеевич, наверное, горячую линию может объявить. Я бы сказал так, что работа будет продолжаться по всем звонкам, по обращениям, по которым можно, так сказать, найти те или иные варианты воздействия. Есть пятилетний гарантийный срок, это для старых домов. Горячая линия остается у нас также прежней, которая работала. Ну, а где ситуация абсолютно такая критическая и сложная, я уже у жителей есть прямой мой сотовый, я готов там еще раз сотовый телефон назвать, чтобы жители могли прямо лично по критическим домам позвонить, чтобы мы напрямую выехали. Восемь, девятьсот восемь, ноль пятьдесят три, девятнадцать, семьдесят два. Именно по критическим просьбам обращаться к ситуациям. Я на звонке отвечаю лично, тем более каждый дом, вот этот критичный, у старшего дома есть мой сотовый. В принципе, это горячая линия. Ну, фактически да, у меня и так вот, у меня половина обращений поступает на сотовый. Просто еще раз говорю, это именно по таким критическим вопросам, чтобы была моментальная реакция. Ну, вот, я думаю, что было очень много полезной и такой фактической информации. Будем ждать результатов и встречаться через, не знаю, через два месяца. Нет, я думаю, что мы будем встречаться уже, ну там, значит, либо, наверное, май, либо июнь, то есть, когда уже начнутся активные работы. И мы подведем итоги вот первого полугодия, с одной стороны, а с другой стороны, где-то сможем уже сказать, на что нашим гражданам обратить внимание, для того, чтобы не стать жертвой капитального ремонта. Вот. Спасибо вам за участие в нашей пресс-конференции. И удачи. Спасибо.